Есть растения, которые адаптированы городским условиям, но не все. Орхидеи, естественно, если высадить на клубы, толку не будет никакого. Есть порядка 80 сортов, которые мы выращиваем и внедряем в производство. Это не только, допустим, по Украине, это по всему миру так. Ничего сверхъестественного сегодня уже придумать невозможно. Все придумано для нас. А какие в основном растения высаживаются? Высаживаются сальвия, петуния, хлорофитумы, бальзамины. Ну, много очень. А где выращиваются саженцы? У нас свое тепличное хозяйство. И вот, когда идет обрезка деревьев, мы дрова используем для отопления этого хозяйства. Хозяйство небольшое, там теплица порядка 4000 квадратных метров. И сегодня уже мы подходим к подготовке к зиме. То есть надо обить теплицу, заложить семена, которые дадут уже на следующий год потомство. И которые можно будет высаживать это по летникам. А на сегодняшний день порядка 250 тысяч весенников, которые на 10 апреля уже высаживаются ко дню освобождения Одессы, высаживаются по городу. Они уже заложены в париковом хозяйстве, они уже есть на месте. Ну, вот мы высадили порядка 2000 хоризонтемы, на Екатерине уже украли 4-5 кустов. Хоризонтема еще не засвела, она будет свести, допустим, через неделю, через две. Ну, все зависит от погодных условий. Ну, чтобы обеспечить город цветочную продукцию, то есть высадка, подмена, да, там что-то где-то украли, что-то затоптали, предприятие выращивает, ну, около миллиона растений. Это 250 тысяч весенников, которые высаживаются к 10 апреля, и порядка 250 тысяч горшечных растений, которые уже цветущие, чтобы высадить на клумбу, сразу оно свело. И рассадок. И где-то в сумме оно составляет порядка, порядка до миллиона. Чтобы вы поняли, работа идет круглогодично, да, вот сегодня, сегодня уже завершение сезона. Вот мы высадили хоризонтему, постарались, а там ее немного, конечно, постарались по всему городу раскидать, по всем четырем районам высадили. Сегодня идет закладка, как я уже сказал, весенников, да, сегодня уже идет, будет закупка семян, которые пойдут на следующий год, которые надо уже, ну, в пределах где-то январь, февраль уже высаживать, и, да, мая месяца, чтобы они уже набрали нормальную форму и были под светом. Я не знаю, это не только беда в городе Зелен-Трест, это, наверное, у всего города, они хотят идти в коммунальные предприятия работать, работа, в принципе, тяжелая, на свежем воздухе, постоянно с землей, но, тем не менее, как-то выходим с этого положения. У нас система работает так, есть тепличное хозяйство, где работает там, ну, оно зависит от того, как люди приходят, уходят, 15, 16, ну, не более 20 человек, которые обеспечивают работу девяти участкам нашего предприятия, то есть участкам, которые работают в городе. Да, они выращивают цветочную продукцию и они поставляют сюда, дальше участки берут себе на баланс и высаживают по всему городу. На предприятии оно колеблется от 240 до 260, сейчас порядка 280 человек, но очень большая текучка, многие люди приходят и не выносят условий труда. Сегодня уже движемся к консервации систем полива, у нас 38 систем полива, уже, наверное, процентов 90, то есть на зиму, чтобы не поразрывало водопроводы, мы их продуваем, консервируем, чтобы на следующий воде не работали. Идет обивка, я уже сказал, теперечного хозяйства, сегодня идет инвентаризация по городу Пней, потому что надо корчевать и на место высадить молодые здоровые деревья, возрастом не ниже 10 лет, с закрытой корневой системой с комом. Планируем 500-600 деревьев в этом году высадить, очень много идет обращения от граждан города, они хотят принять участие не только высаживать, а даже и закупать какую-то продукцию. В принципе, направление хорошее и постараемся его реализовать.